Детали 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 Человеку, знаешь, вот он как бы, есть у него гитара, которая его родная, да, которую он любит, а есть гитара типовая, которая ему дается там на одну песенку сыграть, он ее берет, играет, а потом всем показывает, что типовая гитара это барахло, понимаешь, вот своя имена, это другое дело, и типовой он грохает, а на него рубится, чтобы Яша мог сломать гитару, свой гипс. Да, загляни в будущее, это так на пять вперед, и ты увидишь Яшу, который на концерте будет по пять, по десять гитару. Да, они даже не допускают, чтобы потрогать эту гитару, это отношение как женщина с вами, ты что, это святая гитара, ты что, так, гитара это любимый инструмент. А когда у человека гитар будет много, там, когда их, понимаешь, когда их, помнишь, когда мы выступали, что-то у нас был концерт Алиса Король и Жутари, у них там на сцене стояло штук десять гитар на стеллаже, понимаешь, вот, они уже могут позволить себе громить гитару. Ну, и ты знаешь, что, надо все десять гитар взять и сломать, на самом деле. А одну, допустим, беречь, а все остальные сломать. А потом пять. Нет, это показуха, да ломай гитару, это показуха все. Ну, вот этот диалог происходит между Андреем Князевым и Михаилом Горшеневым. Верно, верно. Да, Князь и... Горшок. И Горшок. А я держу в руках два билета, два вот таких вот разноцветных квиточка, которые позволят некому счастливцу или счастливцам попасть на счастливку. Фестиваль «Окна открой» совершенно бесплатно, который пройдет 26-го числа. Где? На... На стадионе имени Кирова. Так, на секундочку, да? Здесь не далеко, да. Для этого всего лишь навсего нужно будет по нашему родному пейджеру 053 абонент детали сообщить, ответить правильно на очень простой вопрос. Нужно изначальный состав группы Король и Шут озвучить. Если вы будете первым и сделаете это сразу после того, как титры нашей программы промелькнут, вы получите в подарок от нашей программы и от ребят вот эти два билета. Слушайте, сколько нужно выпить пива для того, чтобы стать... добиться таких высот, как вы? Это самое... ну, как ты себе это представляешь? Что за пропаганда, такое пиво? Вы же говорили, что... Что я говорил перед эфиром, это одно. Если бы это зависело от пива, наверное... То есть здесь пропорция обратная. Наверное, мы бы сюда вкатились просто в виде таких шариков, таких пивных. Мы бы сюда вкатились, и вот тут бы, наверное, лежали так два колобка. Если бы это зависело только от пива. Ну, вопрос, конечно, был несерьезный. Если... Несерьезный, да. Нет, в действительности, конечно, для того, чтобы поймать кураж, для этого необязательно пить. Иногда, действительно, иногда бывает не прет, особенно, когда десятый концерт подряд. А так вообще, на самом деле, мы вот... Нам достаточно нужно друга посмотреть, чтобы уже начать колбаситься. Я почему спросил? Потому что я представляю настоящего фаната вашей группы, стоящего перед авансцены, с бутылкой пива в руках. Ну, он уже изрядно, как бы, отхлебнул оттуда, и вот тогда у него наступает кураж. Ну, я такого давно уже не видел, чтобы с бутылкой... Нет, ну, не совсем так, на самом деле... Со стаканчиком, не то трудно, он же расплескается. На самом деле, такая музыка, которую играем мы, она катит и без спиртного. Потому что драйв, да, вот живая энергетика, которая на концерте идет, человеку не обязательно бухать. Бухать, наоборот, ты быстро устаешь. Понимаешь, если ты там наквасился, ты потом раз, 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 и потом начинаешь уставать, уже изматываешься, уже там, знаешь, тебя впрет. Не по-детски. Вот. А если ты трезвым слушаешь, ты, как бы, уже принимаешь живую такую энергетику, настоящую, понимаешь. Вот. Поэтому это если слушать какие-то такую, знаешь, занудную музыку, да, тогда вот без этого она не покатит, да. Тогда и стеклянные бутылки можно пустить в ход. Я имею в виду, можно стоять с стеклянными бутылками. На нашем концерте стеклянная бутылка это невозможно. Нельзя, да. Нельзя. Эфиром говорили о том, что вот этот вот фестиваль «Окна открой», да, он таким нон-стопом идет неким. И в этот раз карта легла таким образом, что вам нужно выступать в 10 часов утра. Это не совсем нормальное время. Нет, это я бы сказал так, ну, я это воспринимаю как, я просто никогда в жизни не выступал в 10 утра, и мне очень интересно посмотреть на тех людей, которые здесь с утра придут на концерт. Вот. Потому что мы всегда выступали вечером, исключительно вечером. И вообще даже интересно, мы давно не выступали первыми вообще, на самом деле. Вот. А... По сути-то неважно, первый ты или последний, на самом деле. Вот это надо как бы привить молодежи, на самом деле. Ситуация у нас вынужденная. Ситуация у нас вынужденная, потому что у нас в этот день как бы еще будет концерт в Самаре, нам нужно будет успеть улететь. Вот. Там уже тоже давно запланирован фестиваль, поэтому никак было, нельзя его отменить. Братцы, ну я просто хочу спросить, ведь это, ну, ты правильно говорил, что это такая драйвовая штука, и вы выкладываетесь на сцене. Я им смешно говорить о каких-то там фонограммах, это вообще-то все, это смешно. Не бывает такого, что, ну, связочки садятся? Конечно, бывает. Конечно, бывает. А как же? Как же без этого? Нет. Тут в этот момент как бы сразу стоит вспомнить фонограмм, которые даже такой проблемы не знают. Опять же вспомнишь и теплое пивко. А оно сажает связку? И холодное пивко. Не, не, теплое пивко помогает. Это да, помогает, помогает. Вообще теплая вода помогает на самом деле, а теплое пивко еще лучше помогает. Чисто такое бывает, особенно когда у нас обильные туры идут каждый день подряд, концерт. Ну, выходим из ситуации, во-первых, нас двое. Потом у нас еще Ренегат, он тоже бэп-локалист, как бы, если какие-то вещи иногда на него перекладываются там тоже, понимаешь, он же меньше подвержен срыванию голоса. А так вообще бывает и хриплыми голосами поем. У меня даже на записи есть где-то концерт валяется, где мы с Михей в начале концерта говорим, что вы нас извините, чисто мы сейчас и простыли, и голоса у нас сорваны, так что будем как будем. Ну, вроде как, нормальный концерт тогда получился. Я почему сказал, что вопрос про пиво все-таки шуточный? Потому что, конечно, понятно, что не пиво помогает, оно скорее, наверное, все-таки мешает. А помогают, это все равно процесс творческий, это репетиции, это когда вы все вместе, когда вы на своей базе, когда вы берете инструменты в руки, и когда вы, что называется, да, сплачиваетесь. Конечно. Есть классические, извини, есть классические музыканты, которые занимаются, там, пилят на скрипке по 6-7 часов. Как у вас это происходит? Нет, ты знаешь, у нас совершенно другая ситуация. У нас действительно вот парни, музыканты, они колбасятся на своих гитарах по многу, то есть они любят там позарубать, поиграть там других исполнителей, там. То, что касается меня и его, мы не пьем. На самом деле, меня всегда интересует, и я знаю, Миха тоже, как бы сам творческий процесс, придумать чего-то. А потом мы уже приносим и уже вместе сделать, разобрать его, понимаешь? Секешь тему? Ну, для того, чтобы люди просекли тему так же, как и я, это требуется время. Одно дело, когда это все на словесном уровне, а другое, ребята, тут вот такая гармония, тут такой ритм, тут мы должны это сделать. Это все равно требует времени, это требует... Или вы понимаете другого из полуслова. Да, я и говорю. Ну, в какой-то степени, так как группа, да, это уже с полуслова, поэтому это и существует, что группа, это не просто Андрюха и я. Ну, сочиняем мы, ребята воспроизводят все дело. Ну, так как мы группа, они понимают нас полуслова. Не, ну, а что там, в принципе, аранжировки? Вот мы, как бы, в этом стиле всегда существовали, да, как бы, ну, мы его, конечно, расширяем, у нас есть и медленные темы, есть и забойные темы, у нас и хардкор, и панк-рок, даже элементы хэби-металла, все это у нас в мозге, а также, там, если вспомнить такую песню, как «Соскалы», там вообще лирика на гитаре, да. Вот, мы все это объединяем, и каждый человек, который имеет что-то предложить, вот, по поводу этой композиции, да, он предлагает, и мы уже смотрим, нормально это или не очень, да, вот, и уже собираем, так сказать, песню, да. Вот, предположим, в каком-то месте, там, Ренин какой-нибудь рефактор зарубил, классный, да, все, давай в песню включаем, то есть от нее будем отталкиваться. Да что, Ренин, ты скажи, я же зарубаю, ты, Ренин. То есть любая, любая импровизация во время репетиции, любая какая-то находка, это все в копилку, все в дом, все в дом, правильно? В дом, да, в дом. Я видел как-то на неких... Все, все, все зарубают, я сказал, я поправил, все зарубают, все. А те, кто не зарубают, они не задерживаются в группе? А такого не было, у нас состав не менялся. Не, у нас все уходят по своей воле, по своей воле, у нас никогда никого не держали, никого не выгоняли, все по своей воле. А бывало обидно, что вот уходит человек, думаю, только не было. Нет, у нас был вот в группе такой рябчик, он бас-гитаристом, у нас был, он ушел, потому что он как-то вот тогда, видимо, не увидел, что к чему мы придем, понимаешь, вот он подумал, что вот я не могу менять музыку на работу, да, и он остался работать, а группе пришлось искать нового гитариста, а Балу встал на бас, вот, вот он тогда не увидел. Нет, он сейчас какую-то свою другую группу создал, ну, как говорится, он разумный человек, а знаешь, жалеть это, значит, жалеть это плохо. Но вы не жалеете на своих поступках, все-таки бывает такое наверняка. Не, ну а зачем о чем-то сожалеть? Если ты сделал, значит, это так надо было. Не, ну, конечно, если определенные поступки, о которых он из нас каждый жалеет, ну, уж не король шут. Хорошо, а были концерты, о которых вы, ну, как, ну, футболисты сыграли, проиграли со счетом 6-0? Бывают концерты, после которых вы устраиваете разбор полетов и думаете, блин, ну, ребята, вообще все мимо кассы, ну, все мимо кассы, ну, просто, ну, не поперло. Неудачные концерты? Да, конечно. Ну, так, чтобы совсем не поперло, такого не бывает, потому что у нас очень хорошее в этом отношение публика, они даже, даже когда мы, когда нам нужно взгреться там для того, чтобы сыграть несколько песен, ну, вообще чуть ли не до полу концерта, вот. Они уже за нас там весь драйв создают уже в зале, потому что их радует то, что мы сейчас выйдем и втопим в гитарах. Поэтому, понимаешь, когда мы уже выходим, мы уже... Уже разогреты, да? Мы уже получаем, в принципе, толпу, которая разогрела сама себя, понимаешь? Поэтому иногда вот в этом проще. Вот. Ну, конечно, если толпа будет и такая, которая будет мертвая, что бывает крайне редко, вот, то, конечно же, мы вкладываем все усилия для того, чтобы тут же ее расколбать. Вот я помню, под Рязанью был концерт, люди не знали, что им делать. Они собрались в зале, сели на стульчика и сидят. Надо ли говорить, что перед этим там в гардеробе бабка сидела, семечки продавала. Вот. Касимов, город Касимов, вот. Ага. Мясо мужики концерт начинать. И на первой песне люди сидели такие и не знали, что им делать. То есть в конце песни они захотели похлопать, что ли, знаешь, что-то такое. А тут русский попкорн мешает, семечки. Нет, какой русский попкорн, ты что, там другие расклады. И Миха тогда с микрофоном вылетел в зал и давай там кучеряжится, типа, и в микрофон, типа, поет и орет, что, типа, ты что, офигели сидеть-то, вот как, что надо делать-то. Ну вот, все. Они благополучные, им просто нужна была команда. Они тут же к сцене и все, и началась колбаса и нормальный концерт после этого. В каком возрасте ты отрекся вот от всего остального для того, что ты в 16 лет? Не, в 17. Точнее так. В 17, да. В 17. Но я так понимаю, что это относится к большинству, да? Нет, не совсем так. У Михи просто была индивидуальная история. Он тогда ушел из дома и жил, как говорится, на улицах. Тусовался там, там-там и так далее. Вот. И у нас периодически заходил покушать. Вот. Так и существовало, причем достаточно долгое время, потому что следом за ним и я уже ломанулся тоже, типа, уйти из дома. Вот. Ну и там дня два ушел. Слушайте, на самом деле это, ну, при советской власти был фильм «Светлый путь». Но это наш светлый путь сейчас. Человек уходит из дома, и вместо того, чтобы там заниматься всю жизнь бродяжничеством по подвалам и полуподвалам, приходит сюда, в нашу светлую студию, и рассказывает о успехах в творчестве. Скажи, пожалуйста, а мурашки какого размера? Когда ты видишь вот перед собой эту многотысячную толпу, не может такого быть, чтобы это все на холодном носу. Идет же, специально говоришь, что этот разогрев... Какой-то меня даже сбился с тем, я просто подумал, какого мурашки могут размера быть. Да-да-да. Еще раз вопрос. Просто мурашки. Ну, какого, какого? Мандраж, мандраж. Ну, мандраж. Если мандраж, да? Ну, да, конечно. Чего мандраж-то? Ну, волнуйся... Страшно бывает перед концентром? Концент? Концент. Нет. Уже нет? Нет, нет, конечно. Ну, давайте... Такие раньше не было страшно, Юки. По-другому скажу. Ну, да. Раньше больше пил. А что страшно, когда больше пил? Это самое. Если перед концертом не испытываешь вот этого, знаешь... Куража. Вот этого волнения, да, это же, понимаешь, это реально волнение, потому что там в организме все начинает вот так вот колбаситься, кровь начинает очень быстро двигаться. Вот, и такое обостренное восприятие всего. Это действительно колбаса, это действительно волнение. Просто если бы этого волнения не было, это же наш допинг. Потому что если вот этого состояния не ощущать, тогда можно засохнуть заживо, понимаешь? Миша, ну вот смотри, вот ты все... все у нас возвращается там, пиво, шмиво и так далее. Но можешь же просто текст забыть. Чуть-чуть ты выпил там, на полбутылки больше, и глядишь, уже слова проскакивают вместе. Ну, я могу больше сказать, можно и на сцене остаться лежать, а не встать до конца концерта. Было такое? Ну, в самом начале. В самом начале, да. Как сотоварищи на это реагировали? Они уносили просто или оставляли на сцене? Они сами на сцене ели стоять. Да, старые записи говорят об этом, именно об этом. А насчет слова забыть, обычная практика. Понимаешь, в нашей музыке слова не нужны только, когда человек слушает их дома на кассете. А на концерте там слова никому не нужны. Когда люди приходят на концерты и говорят, ребята, я нифига слов не разобрал. Я говорю, так ты не за тем на концерты пошел. На концерте слова никто не слушает. Чего ж ты там поймешь, что на концерте? Слова нужно на кассете слушать, на лазерном диске, на DVD. Нет, но все-таки есть какой-то свой кайф, когда помимо тяжелой музыки есть легкая поэзия. Они удачно дополняют друг друга. А, поэзия есть, поэзия есть. Вопрос, 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 вопрос как бы, ты как бы авторскую тему затрагиваешь или затрагиваешь возможности донести звучание, нормальное звучание? Про донести я уже все понял. Авторская. Авторская сторона, она такова, что как бы ни одного проходного текста как бы воспроизводить мы не хотим. То есть мы не хотим людям лопатой дерьмо в уши насыпать, понимаешь? Вот, в каждой песне это отдельная работа, и пока она не будет, прежде всего, нравится нам, мы ее исполнять не станем. Как рождается все это? Быстро? Мучительно? Когда как? Когда как, конечно. Легче одному писать вдвоем. Непосредства такого определенного нету. Иногда так, иногда так. Опять же, это творческий процесс, понимаешь? Мучительный, то есть как мучительный. Бывает, бывает и что, и мучительный, да. Ну как мучительный. Александр Сергеевич, иногда у него 18-20 вариантов было стихотворение. А, имеется вариант, конечно. Нет, ну это же не мучительный. Потому что, когда это закончится, это получается хорошо? Нет, ну просто смысл такой, что творческие муки, да, это не значит, когда тебе руку там отрезают, ты мучаешься. А, я ими думал, что сколько. Руку с татуировкой. Хорошо. Еще раз остается напомнить наш вопрос, наши викторины. Тот, кто первым ответит на такой легкий вопрос, нужно озвучить изначальный состав, изначальный состав группы Корольев. Я сказал. Группы Король и Шут. Я даже хочу сделать маленькую подсказку. Четыре человека, правильно? Четыре человека в изначальном составе было. Да, да, верно. Четыре. Четыре человека. Тот получит два вот этих красивых виточка. На фестивале «Окна откроет» 26 число. Слушай, это есть основной состав Король и Шут. Совершенно верно. И мы... И? Ну все, все они сейчас до сих пор, все они в группе. 15 лет, нет, ну да, с 15 лет четыре человека. Продолжаем. Слушайте, а вы когда-нибудь ругались? Скажите честно, вот так вот между собой доходило дело до хватания за грудки? За что-либо? Это последний вопрос. Ну, конечно же, мы колбасимся иногда, что делать-то. А как иначе? А до синяков нет. Не, ну а подожди, я... Вот как может быть дружба без ссоры? Вот, знаешь, тут тоже такой момент. Бывает, знаешь, бывает ссора такая, когда камень ложится уже и все. И вот, а бывают, что люди отходчивые там подрались там, поссорились? Нет, люди дерутся для того, чтобы побыстрее отойти. У нас, например, поручик, он как вспыхнет, понимаешь, как выложит на всех, понимаешь, зато потом ходит огурчиком. Он поэтому и назовется поручик-огурчиком. Хорошо, спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был господин Горшок и господин... Да ну господин. Дорогий господин. Друг друга. Миха, товарищи, товарищи, товарищи. Ну хорошо, мне нравится. Вы на самом деле очень живо реагируете на все мои провокации. Я, собственно говоря, к этому и стремился. Мне очень приятно, что к нам сегодня на огонек заглянули ребята из замечательной питерской команды Королю Шут. Ребята, которые никогда не делают скучно в зале, всегда делают весело зажигать драйвово. Я не знаю, как сказать, но вы сами все знаете. Правильно, правильно. Я хочу, чтобы... Рок-н-ролльно. 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 Ну и живо. Вот такой у нас сегодня получился эфир. Меня зовут Юлиан Макаров. А в гостях у меня были... Еще раз, назовите себя. Хотя... Хардкор на Руси. Хардкор на Руси. Это рабочее название нашего нового альбома, который мы сейчас делаем. Вот, да. И в сентябре... Об этом-то чуть не забыли сказать, а? И в сентябре, да. В сентябре, так напоследок мы скажем, ждите новый клип и выходного альбома. Да, новый клип сейчас уже сделан. Сейчас его монтажируют. И в начале осени он уже предстанет перед глазами. Жмем вам мысленно руки. Счастливо. С вами были детали и Королю Шут. Пока.